Вот он наш общий двухэтажный дом на ПЛК. Верхний этаж занимаем мы телевизионщики, а нижний теперь принадлежит Виндовским Вестям. Светлана Благова, главный редактор газеты, работала и в старом здании, и в новом. Светлана, скажите, как вам на новом месте? Конечно, не сравнить с тем, что было раньше. Редакция газеты Виндовский Вест долгое время располагалась на школьной. Школьная 70, этот адрес очень многие знают. Школьная 70 такой жилой дом. Мы располагались там на первом этаже. Нам там было тесновато, неудобно. Мы не могли расположиться все, вот как сейчас мы все сидим с отделами, корреспондентами с корреспондентами, Верска с Верской. А Светлана, скажите, а как-то готовились к сегодняшнему дню? Да, разумеется, я готовилась. Я уже некоторое время пребываю в декретном отпуске, но тем не менее не могла отказать себе в удовольствии и прийти поздравить свою родную любимую редакцию с новосельем. Сегодня сотрудников газеты также приедет поздравить глава Ленинского района Олег Хромов. Сказано, сделано. Глава был первой, кто поздравил журналистов с новосельем. Меня всех поздравляю с праздником и желаю вам, чтобы в этом доме всегда царил мир, порядок и добро. Спасибо. Кроме Олега Хромова в гости к вестям пришли представители духовенства. Они благословили сотрудников и подарили газете икону. Мы подарили от Видновского благочинья икону Успения Пресвятой Богородицы. Для того, чтобы Божья Мать благословляла всех сотрудников редакции и не посылала свое материнское заступление. По старой православной традиции новый дом нужно осветить. Согласно учению церкви, в основе обряда освящения лежит прежде всего желание одухотворить человеческую деятельность. А кто, как не журналист, нуждается в силе духа? Ведь через репортеров мы узнаем о событиях, очевидцами которых сами не являлись. После освящения отдали дань еще одной традиции. И начать новую жизнь в этом замечательном помещении. Вот так вот рядом. Идея сделать вот такую нетривиальную ленту, как вы видите, она склеена из газет «Видновские вести», принадлежит молодой сотруднице рекламного отдела Дарьи. Дарья, здравствуй. Скажи, пожалуйста, как ты вообще до такого додумывалась? Обычно на подобных мероприятиях разрезают красную ленту. Но мне кажется, это очень банально и заезжено. Поэтому мы нашли вот такое креативное решение. Что первым делом показывает хозяин своим гостям на новоселье? Конечно же, убранство своего нового дома. Тут как раз вот Юрий Вячеславович укладывает полетами, чтобы все было напечатано, все было свертано, где какая картинка будет. Новый дом оказался со свежим ремонтом, большими окнами и многофункциональными помещениями. В тесноте да не в обиде пословица явно не про наших коллег. Одним словом, гостям понравилось. Конфортабельное, светлое, уютное и самое главное – большое. Я думаю, что всех сегодня сотрудников «Видновских вестей», работников телевидения будет радовать именно те условия, в которых будут работать наши замечательные корреспонденты. Ну и какое новоселье без праздничного стола? Посмотрите, какой у нас на празднике торт. Это не торт, а произведение искусства, его даже жалко резать. А приготовила его журналист «Видновских вестей» Ольга Пикуль. Ольга, расскажи, пожалуйста, как ты сделала вот это? Этот торт я приготовила специально к новоселью нашей любимой редакции и надеюсь, он всем понравится. А какие в нем ингредиенты? О, это торт «Сникерс». Он с шоколадными коржами и арахисовым кремом. У всех праздников есть один, но весьма существенный недостаток. Они имеют обыкновение заканчиваться. Торт съеден, праздник закончился, начался творческий процесс. Это святая святых «Видновских вестей». Именно здесь и создается эта газета. Мы не будем им мешать. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин